доброго времени суток друзья мои уважаемые подписчики моего канала канарейки в казахстане сегодня суббота 25 июня по моему до 25 июня 2022 года сегодня после работы решил убраться едут мои внучатки с петропавловской в гости погостить поэтому нужно чтобы был порядок здесь будут ходить дети я говорил уже что дети должны приучаться с измольства к эстетике к чистоте решил немножко прибраться и поговорить в частности об уборке сопутствующих инструментах может быть некоторым будет полезно начинающим заводчиках с опытом я не говорю хотя мы учимся всю жизнь друг у друга поэтому может что-то полезное будет и для заводчика вот немножко в уборке хочу поговорить я поставил как я говорил ранее ниже внизу там нижних боксах купалки сейчас что подстилка намокнет потом я буду убирать в боксах уже поддоны ну вот пылесос это само собой разумеющийся пылесос газеты это наш спаситель если сейчас газеты молодежь не читает хоть так будет полезно газеты как видите вот постоянно под рукой зуб воздействие на мыло зубная щетка потом я расскажу для чего она нужна тряпки всевозможные мусорные пакеты для урны да так скажем для ежедневные убираете остатки всегда летом тем более летом мягкий корм на два часа максимум потом жара портится поэтому всегда это должно быть под рукой у вас мусорное ведро или урна с мусорными пакетами чтобы высыпать и поменять соответственно шпатель всевозможные шпателя то что под рукой не надо специально покупать если нету конечно в хозяйстве у меня частный дом поэтому у меня это в хозяйстве есть вот это то что способствует уборке и вот вода набираю воду в летний период обязательно раз в неделю нужно проводить антибактериальную обработку если нету препарата это фау 18 который я говорил ранее в ранних видео антибактериально есть на видео канал на видео канала видео есть на моем канале антибактериальная обработка вот я добавил сейчас сюда 3-4 или миллилитра спирсом набрал этого препарата и вот содержащие там много это антибактериальная я не говорю что всем надо обязательно искать я делаю то что у меня есть то что я приготовил для своего хозяйства для птичника этот препарат я заказывал германии и содержащий препарат там много чего есть абсолютно безвреден для птиц для человека вы видите что я работаю без перчаток с ним я обрабатывал птицу и птичник и увлажнение ежедневное увлажнение все делается без масок без респираторов без ничего поэтому я вам советую конечно если же нету препарата такого вот для обработки о чем я говорю раз в неделю потому что это лето если есть возможность нужно проводить чаще вот для этого нужна зубная щетка знаешь без нее вы не помоете очень удобно помоете но вот эти носики особенно носики будет очень тяжело летом летом а чаще надо обрабатывать обрабатываем и для тех это ничего сложного нету фау 18 я понимаю сейчас тем более он я уже говорил это ранее что он сейчас и в евросоюзе по моему уже недоступен его надо заказывать из великобритании напрямую покупать в интернет-магазинах или у знакомых я вот показываю на примере вот он был сейчас немножко коричневатого цвета вот сейчас видно его зеленовато-коричневатый как йод слабый йодный раствор вот такого цвета сейчас в процессе использования то есть вот обработки он побелеет это говорит о том что значит наступила реакция начал работать он работает делает свое дело обрабатывает убивает бактерии для тех у кого нету этих препаратов элементарно обычная обработка антибактериальная это обычный медицинский йод и обычная каменная соль делайте сразу слабый раствор если обрабатываете значит поилки там купалки разные всевозможные вот купалки значит делайте на свое усмотрение чтобы не покрасился йод слабый раствор и соль и все также прекрасно работать это люди старшего поколения особенно голубеводы подтвердят мои слова это всегда делалось испокон веков это обработка из того что люди старшего поколения знают мы исходили из того что где действовало правило голь на выдумку хитра поэтому раньше этих препаратов не было невозможно было и интернета не было железная занавесь и делали тем что имели криозол и там утокс и так далее и того подобное и ну в общем все равно занимались и все работало и но и бактерии и вирусов было намного меньше чем сейчас сейчас мы стараемся это регулярно делать обрабатывать потому что мутируют вирусы и как и у людей также и птицы вот сейчас буквально два дня назад началась рассылка из россии московских групп с российских групп по всем группам по странам снг и везде дальше наверно пошло поскольку и в нашей группе есть участники европы евросоюза поэтому я думаю что и дальше пошло рассылка птичьей оспе до тяжелейшие заболевания птичьего оспа поставили диагноз я не знаю кто поставил этот диагноз но она очень опасное заболевание очень опасно и вот там плохом не хочется говорить это заводчики меня поймут но еще раз я призываю надо объединяться надо это говорить и об этом надо конечно поэтому надо консолидироваться и надо таких людей убирать из нашего общества это однозначно и поэтому не хочется говорить на ю тубе об этом потому что смотрят родители смотрят дети но поэтому и всегда я призываю какой-то консолидации даже должна быть площадка для общения хорошо сейчас благодаря вот youtube благодаря всевозможным группам мы как-то реагируем быстро на это это тоже великое достижение цивилизации до прогресса что мы имеем возможность общаться на расстоянии не видя друг друга не зная друг друга но делиться и горьким опытом и хорошим опытом надо делиться надо делиться и скрывать друг от друга не надо ничего это действительно нам человечеству человечеству я тоже об этом очень много говорю мы мы потеряли эту эту нить нельзя терять до конца вот этот если это нить оборвется общение человеческое возврата конечно не будет поэтому надо общаться и делиться опытом и уважаемые заводчики надо какие-то площадки думать на общие площадки какие-то семинары где мы можем делиться хотя бы онлайн я говорю обращаюсь сегодня к российским заводчикам известным которые у всех на устах есть у нас контакты поэтому нужно подумать о каких-то вот видеоконференция хотя бы на таком уровне чтобы вот эти имена и так далее и того подобное чтобы на это мы могли реагировать вовремя хотя законодательство есть и в россии и казахстане и узбекистане и в таджикистане везде я думаю эти статьи есть уголовно наказуемые вы понимаете о чем я говорю поэтому на доказать нужна консолидация и делиться опытом чтобы не было никому даже вот тяжело говорить об этом не было чтобы возможности вот на для таких шагов нехороших и чтобы это было на корню остановлено одним словом но вот как то так вот обработка сейчас уборка сейчас птица покупается буду дальше продолжать уборку вот эти такие мелочи которые необходимы они зимой необходимы постоянно буквально за два дня вы представляете 22 дня вот что образуется потому что птица имеет привычку канарейки есть такая привычка вот в эти поилки даже молодежь самочки когда во время охоты готовности к сезона они вообще туда все уложит весь строительный материал по кусочкам руд бумажки знают заводчики и вы наверно знаете и также и корм любят замачивать вот такая птичка наша поэтому соответственно конечно там начинается брожение и чем я чаще вы обрабатываете тем лучше также купалки весь инструмент все это надо обрабатывать боксы клетки чем чаще вы обрабатывать конечно абсолютно стерильности вы не не достигнете это не медицинское предприятие это очень тяжело и да и не надо абсолютно стерильности потому что бактерии в нашей жизни они были есть и будут поэтому как минимально мы что в наших руках что нам под силу мы должны это делать и соответственно чистота это залог вашего успеха залог здоровья нашей птицы при птице свежего воздуха здесь у нас духота сегодня 41 градус был сейчас дождь пошел здесь уже все равно дух душно очень окно открыто но очень душно поэтому за этим надо следить и внимательно и реагирует на это спасибо за внимание уважаемые друзья мои подписчики кто не подписан подписывайтесь пишите комментарии я буду рад ответить очень много подписчиков вступает нашу группу в которой очень много из многих стран бывшего стран бывшего советского союза и евросоюза очень много ребят поэтому не делимся опытом не все активные к сожалению но начинающим мы рады ответить на вопросы прокомментировать проконсультировать это то что в наших руках мы стараемся сделать для популяризации нашего хобби и чтобы молодежь начинающие не только молодежь некоторые пенсионеры есть которые сейчас начали заниматься этим делом поэтому надо делиться и слов благодарности от этого никто не ждет и я ваш покорный слуга не жду слов благодарности это делается от чистого сердца ради аллаха и это зуму это душевный порыв если хотите так поэтому общаться надо общаться еще раз призываю вас к общению консолидации и мира вам здоровья берегите себя родных близких всего доброго спасибо за ваши просмотры до свидания спасибо Продолжение следует...